В минувшее воскресенье Россия голосовала. Народ выбирал новых депутатов, губернаторов и мэров. Кандидат. Кто наш кандидат? Навальный. Во втором круге Собянин победит. Он победит, я в этом не сомневаюсь. Он не может больше думать о том, почему люди за него не проголосовали. Я голосовала за Навального. А почему? Ну, мне хочется перемен. Особое внимание в этот день, конечно же, было приковано к Москве. За место у руля боролись шесть кандидатов, но в дамке вышли двое. Бывший градоначальник Сергей Собянин и известный оппозиционер Алексей Навальный. Так на сегодняшний день выглядит картина прошедших выборов. Сергей Собянин стал лидером, набрав чуть более 51% голосов. На втором месте оказался Алексей Навальный, не дотянувший до отметки в 30%. Далее с большим разрывом идет кандидат от фракции КПРФ Иван Мельников. За него проголосовали почти 11% москвичей. В хвосте оказались яблочник Сергей Митрохин, либерал-демократ Михаил Дегтярев и эсэр Николай Льевичев. Несмотря на то, что предвыборная кампания была столь бурной и привлекла к себе огромное внимание со стороны наблюдателей, общественных деятелей и политиков, москвичи отнеслись к этому событию скептически. Явка оказалась рекордно низкой – менее 30%. Между тем горожане отмечали, что выбор был небогат. Выбора как такового нету, потому что из двух, вот я рассматриваю только из двух кандидатов – Навальный, Алексей и Собянин Сергей Семенович. Ну, просто я, к сожалению, не проголосовал за Алексея Навального, потому что, ну, просто этот человек не так давно на политической сцене. В советском прошлом на выборы заманивали деликатесами. На участках продавали красную икру, колбасы и дефицитную водку. Явка была на высоте. Сегодня продуктами никого не удивить, поэтому людей заманивали театрализованными шоу. Это ваш голос, возможно, изменить ход событий, ход судьбы города Москвы. Подходим, не забываем, ждем всех. Однако, по старой традиции, без грязных комбинаций не обошлось. По сравнению с предыдущими выборами, подобных случаев было значительно меньше, но появились новые технологии обмана. Где-то нашли бюллетени, где типографская, так устроена типографская ошибка, что в окошечке напротив Собянина стоит черная кляксочка. То есть, по закону, любой значок в соответствующем окошечке, он подразумевает голосование «за». Есть попытки вброса фальсификатов, главным образом, с помощью голосования на дому. Быть может, поэтому бывший градоначальник Собянин вновь заполучил насиженное кресло. А оппозиционер Навальный негодует и намекает, что за столь высокий пост будет драться насмерть. Данные экзит-полов, которые у нас есть, неопровержимо указывают на то, что будет второй тур этих выборов. Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что почти 30-процентный результат для Навального – предел мечтаний. Ведь, по сути, он новичок в политике. У него уже после этих выборов будет позиция, ну, так скажем, второго человека. Это сильный игрок. Поэтому я думаю, что, конечно, на оппозиции мэра, который, кстати, я думаю, честно говоря, ему не светит сейчас, он не остановится, он просто идет по ступеням снизу вверх. Максим Черепанов, Андрей Заокский, Максим Фоменко. Специально для телеканала «16.12».